Дам вам вопрос, как человеку умному, и который старается говорить правду. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, аннексировав Крым и забрав часть Донбасса, Россия совершила трагическую ошибку? Очень хороший вопрос. В Крыму многие считают, что сегодня, когда видят, что происходит с Массандрой, а я об этой трагедии делал фильм еще четыре года назад и снимал Бойко, убежавшего сегодня от уголовного дела и от нас убежавшего, и от вас убежавшего в Молдову, великого винодела и героя труда Украины, когда такие вещи, как Массандр или как обрушенные дороги Таврида или последняя дорога в Крыму упала, которой Путин тоже перерезал ленточку, это все, конечно, вещи невозможные. Крым был заложен Лениным в банк Рокфеллер. Об этом в «Русском Аде» подробный рассказ о моменте истины Михаила Никифоровича Полторанина. Проект назывался «Крымская Калифорния. Почему он вошел в состав Украины?» Ты хочешь честный ответ, и сейчас ты его получишь. Итак, 20 какой-то год, Ленин берет 50 миллионов долларов, связанный кредит у Рокфеллера, на покупку паровозов и тракторов в сельхозтехнике. Если ты помнишь, в «Сокольниках» была выставка сельхозтехнике, в 50-й год, и Ленин там был. Это связанный кредит. То есть, мы берем не долларами, а техникой. В какой кузне Ленин собирался трактора чинить, не очень понятно. Но в банк был заложен Крым. Полуостров Крым. Крым заложен в банк Лениным от имени Российской Федерации. Кстати, договор об образовании СССР никто найти не может. Его, похоже, никто не подписывал. 22-й год. Его не подписывал никто. Его нет. Найди оригинал. Вполне допускаю. Получишь от меня бутылку коньяка. Похоже, его никто не подписывал. То есть, мы жили в стране, которой нет на бумаге. Но Крым был заложен от имени РСФСР. Обрати на это внимание. Крым в составе Украины. Это была домашняя заготовка Сталина. Поручение Хрущева. Почему? Потому что РСФСР, Беларусь и Украина имели собственные голоса в ООН. Продавала одна республика. Он вошел в другую. И Сталин все окончательно запутал. Поэтому мы забрали свое. А вот то, что наши войска с эмблемой миротворца, как рассказывал Стрелков у нас в эфире, так и не перешли границу Донбасс. Путин не решился. Это, конечно, другая история. Поэтому ты спросил об аннексии. Мы вернули свое. Я рассказал, почему. То, как это было сделано. И то, как закрытыми орденами, указами люди поручали геройские звезды и ордена за Крым. Это неправильно. Надо было открыто все делать. Но это Путин и его методика. Поэтому, что касается Крыма, вернули свое. Вот такая была история. Такая подноготная. Правда свое. Как ни больно это украинцы. Ну и чего наделали в результате? А вот что наделали, Димочка, это страшно. Это правда страшно. Дороги страшно. Да все страшно. Сколько там было фирм, сколько сейчас осталось. И кто хозяин. И что самосат. А то, что посеяли такую ненависть между двумя братскими народами. А то, что поубивали столько людей на Донбассе. Я снимал всех. Все хороши. И Юля хороша. И Порошенко хорош. И конфеты его, которые мы ели до последнего. Мы хороши. Да. Они ссорятся. У нас чубы трещат. Один народ. Негодяи с той стороны и с этой. Взяли и поссорили. Столкнули лбами.